друзья всех приветствую сегодня хочу раскрыть одну из актуальных тем с которой к нам обращается клиент эта тема воссоединение семьи в польше воссоединение семьи в польше это процесс легализации для членов семьи человека который законно пребывает республики польша иностранец который уже находится в польше или собирается сюда приехать имеет право подать документы на воссоединение семьи это разрешение относится к супругу к супруге брак должен признаваться польским законодательством а также к несовершеннолетнему ребенку младше 18 лет не только биологически но и приемные супруга и несовершеннолетний ребенок иностранца могут получить вид на жительство в польше если заявитель проживает в польше на основании одного и следующего вида на жительство первое на основании постоянного вида на жительство второе на основании вида на жительство долгосрочного резидента евросоюза третье в связи с предоставлением ему статуса беженца 4. В связи с предоставлением дополнительной защиты. 5. Не менее чем 2 года на основании последующих разрешений на временное проживание, в том числе непосредственно перед подачей заявления о выдаче разрешения на временное проживание членов семьи. 6. На основании разрешения на временное проживание с целью проведения научных исследований. 7. На основании разрешения на временное проживание для работы по профессии, требующей высокой квалификации. Восьмое – в связи с предоставлением вида на жительство по гуманитарным соображениям. Условия подачи заявления на воссоединение семьи. Первое – вы должны подать заявление на получение временного вида на жительство лично, не позднее, чем в последний день вашего законного пребывания на территории Республики Польша. Второе – забрать вид на жительство можно только лично. Третье – документы должны быть представлены на польском языке в оригиналах или копиях вместе с оригиналами для ознакомления. Четвертое – документы на иностранном языке должны быть переведены на польский язык польским присяжным переводчикам. В случае несовершеннолетия заявление о выдаче разрешения на временное проживание подают родители или опекуны, назначенный судом либо один из родителей, либо один из опекунов, назначенных судом. Это заявление не может быть подано представителям, назначенным родителями, когда они сами находятся за границей. Документы, которые являются обязательными для подачи. Два экземпляра заполненной заявки на выдачу ВНЖ, 4 фото, паспорт заявителя и две его копии, квитанция оплаты для рассмотрения документов, документы, подтверждающие факт проживания в Польше, например, договор аренды, договор кредита. Документы, подтверждающие степень родства или близости, признанные законодательством Республики Польша. Документы, подтверждающие наличие у иностранца, с которым вы собираетесь находиться на территории Республики Польша, вид на жительство, требуемого по закону. Документы, подтверждающие стабильный и регулярный источник дохода, достаточный для покрытия расходов на проживание для себя и находящихся на их живении членов семьи. Документы, подтверждающие медицинское страхование или покрытие страховщиком расходов на лечение на территории Республики Польша. В случае супругов, документы, подтверждающие совместное проживание и ведение совместного хозяйства, то есть совместные фотографии разных периодов жизни, совместные поездки, договоры аренды, совместные счета, подтверждение наличия совместного банковского счета и т.д. В соответствии со статьей 112а закона об иностранцах, решение о выдаче разрешения на временное проживание иностранцу выносится в течение 60 дней. Упомянутый срок исчисляется с даты, когда произошло последнее из следующих событий. Иностранец лично подал заявление о выдаче разрешения на временное пребывание или лично явился воеводское управление после подачи этого заявления, за исключением случаев, когда требование о личном присутствии не применяется к иностранцу, или иностранец подал заявление о выдаче разрешения на временное проживание, которое не содержит формальных недостатков или они были исправлены. Друзья, надеюсь, данная тема была для вас интересна. Если у вас есть вопросы или вы планируете подать документы на воссоединение семьи, обращайтесь к нашим специалистам. Контакты оставим под видео. Субтитры создавал DimaTorzok